Добрый вечер, смотрите прямо сейчас. И снова споры о национальном парке. Кому на этот раз хотят передать землю? Что планируют построить на особо охраняемой территории? Задались целью уничтожения природы. Как экоактивисты отреагировали на эту новость? Так и не спели. Как отмена празднования наурыза отразилась на артистах? На что жалуются представители хора ветеранов? И чего они добиваются? Планируем выходные. В каких регионах погода вновь преподнесет сюрпризы? Ожидаются гололед и сильный ветер. Когда весна вступит в свои права? О чем предупреждают спасатели? Тревожная ситуация с распространением коронавируса складывается в столице Казахстана. По словам руководителя Управления общественного здравоохранения города Тимура Муратова, она очень напоминает ту картину, которую все наблюдали прошлым летом. Нурсултан вот уже 17-й день находится в красной зоне, а с 14 марта отмечается прирост заболеваемости почти на 25%. Если в феврале ежесуточно регистрировали в среднем 100 новых случаев ковид, то в марте уже 230. Подробности у Зарины Беремкул. Заболеваемость коронавирусом в столице начала всерьез тревожить медиков. Уже заполнены отделения реанимации. В инфекционных стационарах находится 480 человек, загруженность пока 64%. Но эпидемиологи опасаются, что ситуация уже похожа на ту, что была в июне прошлого года. За 25 дней марта зарегистрировали почти 3800 новых случаев. Для разгрузки больниц готовы развернуть дополнительные койки. На сегодняшний день для борьбы с коронавирусной инфекцией развернуто 11 стационаров. Из них 10 инфекционных, один карантинный стационар на базе отеля «Ромада Плаза». Дополнительно разворачиваем 300 коек инфекционных на базе трёх медицинских организаций в ближайшее время. Прививку от коронавируса получили почти 10 тысяч астанчан. Большинство из них – медики. В течение года должны вакцинировать около 60% населения города. Это более 600 тысяч человек. Для людей вне категории риска препарат будет доступен бесплатно в апреле при обращении в медорганизации, если останутся свободные дозы вакцин. Сейчас уколы ставят только в медпунктах. После потепления в городе рассмотрят варианты вакцинации на улице и в крупных ТРЦ. Карантин пока не усилен, но санэпидслужбы могут поменять решение. Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то, конечно же, будет вопрос рассматриваться по более ужесточенному варианту выносения постановления на определенные ограничительные мероприятия в социально-экономических объектах. С началом новой четверти в столице могут пересмотреть и порядок посещения школ. Пока по новому постановлению главного санврача в регионах зеленой и желтой зоны допустимо комбинированное обучение для всех школьников до 25 человек в каждом классе. При этом детям можно не носить маски. В регионах красной зоны разрешено посещать школу подготовительным классом, ученикам с 1 по 5 класс общеобразовательных школ и с 1 по 7 международных школ с численностью в группе до 25 человек. Выпускникам в группах до 15. При этом дети должны быть на занятиях в масках. Также по новому постановлению официально требуется ПЦРТС по прилету в Казахстан. Туроператоры обязаны включать его стоимость при организации поездки. Объявление о проведении тендера для передачи земли или Алатауского национального парка в частные руки вызвало возмущение активистов Алматы. В документации нацпарка говорится, что участки собираются передать под строительство горнолыжного курорта и других туристических объектов. Почему власти никак не могут расстаться с затеей строительства бизнес-объектов на особо охраняемых природных территориях? Узнавал Нургалик Харабаев. По замыслу руководства или Алатауского нацпарка на 188 гектарах земли должны появиться горнолыжный курорт, отели, туристические комплексы и объекты общепита. Землю планируют передать бизнесу сроком на 25 лет. Где именно планируется застройка, неясно, но в объявлении говорится, что под строительство того же горнолыжного курорта планируют отдать 140 гектаров земли. Под эко-отель, гостевые дома и детский лагерь по полтора гектара. На один из туристских комплексов – два гектара. Экологический защитник Ажар Джандосова, который не один год боролась за отмену строительства горнолыжного курорта в урочище Кокжайляу, не может поверить тому, что читает. Активист о тендере узнала только сегодня и была шокирована. Говорит, что вместо того, чтобы восстанавливать действующие комплексы, чиновники хотят строить там, где этого лучше не делать. Я не думала, что все-таки Илья-Латауский парк опять будет вновь и вновь наступать на те же самые грабли. У нас же куча, у нас очень много горнолыжных курортов. Даже тот же самый «Пионер», тот же самый «ЦСКА», которые, их надо привести в порядок. Их до сих пор, они до сих пор лежат на боку, практически не работают, да, а мы должны строить новый горнолыжный курорт. Правда, после того, как новость просочилась в СМИ, комитет лесного хозяйства и животного мира решил отменить тендер. Они назвали объявление технической ошибкой. Причиной стали технические ошибки, связанные с некорректным выставлением даты предстоящего тендера и конкурса. Необходимо отметить, в ближайшее время Государственный национальный природный парк Илья-Латау будет проводить разъяснительную работу и общественные обсуждения тендера и конкурса. В том числе, для обеспечения прозрачности принимаемых решений будут проведены заседания Общественного совета Нацпарка. Когда именно состоятся эти слушания, в комитете не уточнили. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Песнями выразил свои обиды на Акимат шимкенский хор-ветеранов. Вокалисты расстроились, что им даже не удалось бесплатно выступить на праздновании Наурыза. К тому же у них нет помещения для репетиций, а сам хор на грани закрытия. Получается, нас-то хор знает, но мы нигде не числимся, ни к какому, ни к отделу культуры, ни к, ну, у нас же много отделов культуры, дворцы там, или филармонии, или оперный театр. Ну, куда-нибудь нас прикрепили. Шимкенскому хору-ветеранам в этом году исполняется 46 лет. Посещают его в основном пенсионеры, но репетировать коллективу негде. Руководитель хора не получает зарплату за свой труд, и вокалисты боятся, что хор развалится. В ответ на песенный протест в Управлении культуры города обещали помочь коллективу и с помещением, и с получением официального статуса. Ущерба отсевшего на мель в Суэцком канале судна возрос до 10 миллиардов долларов. Еще утром мировые информагентства сообщали о цифре на полмиллиона меньше. Судно Эвегивен. А водоизмещением 200 тысяч тонн села на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. В результате был заблокирован проезд в обе стороны. Сотни других судов, в том числе танкеры с нефтью, простаивают в ожидании разрешения ситуации. Попытки разблокировать Суэцкий канал пока безуспешны. Несколько буксиров не смогли сдвинуть с места многотонное судно. Не исключено, что на это уйдет несколько недель. Сейчас инженеры пытаются выбрать самый верный способ решения проблемы. Один из вариантов – уменьшить вес судна, сняв часть контейнеров. Возможно, придется углубить дно. Тем временем, по обе стороны Суэцкого канала полностью остановлено судоходство. Насколько все серьезно, можно оценить под данным системы отслеживания судов. Образовалась гигантская пробка, которая растянулась до Индии. В заторе – контейнеровозы, нефтяные танкеры, балкеры, перевозящие зерно. Суэцкий канал – один из самых загруженных морских путей. На него приходится 12% мирового потока грузоперевозок. И сейчас необходимо искать обходные пути. Есть другие маршруты, которыми можно воспользоваться. Например, пойти в обход побережья Южной Африки. Но время в пути увеличится примерно на неделю. Плюс это скажется на топливных расходах. Японская компания, которой принадлежит контейнеровоз, принесла извинения за случившееся. Владельцев судна и их страховщиков могут ждать многомиллионные иски от судоходных компаний, которые не по своей вине сорвали сроки доставки. Кстати, в результате этого инцидента стоимость перевозок в мире резко возросла. Так, цена доставки сухогрузного контейнера из Китая в Европу составляет около 8 тысяч долларов, что превышает сумму за аналогичный период прошлого года в 4 раза. А президент США Джо Байден провел первую после вступления в должность пресс-конференцию, пообещав американцам вдвое увеличить темпы вакцинации. 8 декабря он заявлял, что в первые 100 дней будут сделаны 100 миллионов прививок. Этой цели достигли на 58-й день. Поэтому теперь Байден уверен, что за оставшееся время вакцинации охватят еще 100 миллионов американцев. Что еще происходит в мире, знает Наталья Раим. Спасибо, Аскар. Начну свой обзор с информации, которая вызвала резонанс. Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях. Первая группа здоровых малышей уже получили первую вакцину, что вызвало в европейском обществе негодование. Но в фармкомпаниях заявили, что намерены исследовать безопасность, переносимость и эффективность для детей от 6 месяцев до 11 лет. Они планируют начать детскую вакцинацию в начале 2022 года. Тем временем группа ученых, так называемых охотников за вирусами, активизировались в поисках летучих мышей на Филиппинах. Под покровом ночи они пробираются через густые джунгли при свете нескольких фонарей в поисках летучих мышей. Они изучают заболевания этих животных на предмет опасности для человека. Используя молекулярные техники в лаборатории, мы сможем понять, есть ли у вирусов летучих мышей потенциал для передачи человеку. Ученые называют такие заболевания зоонозами. Вся Европа погрузилась в жесткий локдаун из-за увеличения роста инфицированных. Открыты только продуктовые магазины и школы. Но есть и те, кто нарушают карантинные правила. Испанским полицейским за пару дней удалось пресечь 384 нелегальные вечеринки. Они выписали сотни штрафов. При проверке документов выяснилось, что среди нарушителей были представители 10 стран. Все присутствующие забронировали себе входные билеты на пати через интернет. Кстати, в США, чтобы увеличить темпы вакцинации, стали придумывать разные акции. Так, вакцинированным предлагают в качестве бонуса бесплатные вкусные пончики. Кто откажется от бесплатного пончика? А если это позволит бороться с коронавирусом, то это еще лучше. И закончу обзор приятной новостью. В Венецию приплыли дельфины. Из-за коронавирусных ограничений в городе Лагуни, который обычно посещает 20 миллионов туристов в год, стало гораздо меньше моторных лодок, водных такси и круизных судов, что и привлекло дельфинов. Парочку заметили недалеко от площади Святого Марка. Так близко дельфины никогда не приплывали. Оскар? Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Житель Караганды не может переехать в другую страну из-за алиментов. Несмотря на то, что, по его словам, он уже заплатил всю сумму. До совершеннолетия детей еще далеко. И суд постановил выплатить единовременно бывшей супруге 5 миллионов тенге. Но и после этого откуда-то образовался долг. Людмила Батюшкина расскажет. Павел Кецман развелся с женой 10 лет назад. С ней остались их две дочери 10 и 12 лет. По словам мужчины, отношения не складывались, поэтому с детьми он не общался, но всегда вовремя платил алименты. Сейчас решил переехать с новой семьей в Польшу. Обратился в суд. Несмотря на то, что получает минимальную зарплату, там ему насчитали 5 миллионов тенге на содержание двоих детей до совершеннолетия. На момент иска средняя зарплата была больше 211 тысяч тенге. Поэтому отец должен выплачивать алименты почти по 35 тысяч тенге в месяц на каждого ребенка. Одному ребенку до совершеннолетия стало 76 месяцев, второму – 103. Умножив сумму выплаты на количество месяцев, суд подсчитал, что Павел Кецман должен выплатить больше 6 миллионов тенге. Но так как у него есть еще ребенок в новом браке, сумму сократили до 5 миллионов. Областная апелляция оставила решение в силе. Павел в тот же день перевел на счет жены 5 миллионов, но через несколько месяцев узнал, что снова должен. Все осталось как бы на месте. 4 месяца я не платил, теперь меня опять взыскивают с меня за 4 эти месяца. И до 18 лет я должен платить. Хотя решение суда вот у меня на руках есть, областное решение даже есть. Что там 5 миллионов я выплачиваю. Единоразово. И все, и я как бы уезжаю там. Бывшая супруга Павла Кецмана уверяет, что в принципе не против его выезда. Главное, чтобы ее дети не пострадали. Он и так детям не помогал, никак не присутствовал в их жизни. Но я как бы его не беспокоила, я его не трогала. Он сам каждый раз, раз за разом пытается. Он роет себе яму, он делает очень хуже себе. Он обращается в суды, суд ему отказывает. В судебных актах написано, что единовременная выплата в 5 миллионов дает Павлу Кецману только право на выезд из Казахстана. Но не освобождает его от элементов, так как судебный приказ от 2011 года все еще действует. А бывшая супруга не обращалась с заявлением о его отмене. Сейчас Павел Кецман опять числится в реестре должников. То есть даже если пандемия закончится и самолеты начнут летать в Польшу, выехать из Казахстана он не сможет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Карагандинские полицейские в буквальном смысле по горячим следам раскрыли кражу мяса в кастрюле. Оказалось, что на конину, которую варила пенсионерка, позарился ее сосед. По подозрению в совершении данного преступления участковым инспектором полиции по горячим следам установлен и задержан 46-летний мужчина, который дал признательные показания. Кража произошла в поселке Агадырь. 62-летняя женщина поставила на плиту кастрюлю с кониной, запах привлек соседа. Дождавшись, когда женщина выйдет из кухни, он через незапертую дверь проник в помещение и выкрал посуду с мясом. Пенсионерка обратилась в полицию и оценила свой ущерб в 18 тысяч тенге. Соседу грозит штраф почти в 3 миллиона тенге или общественные работы. Жители села Акбулак в Туркестанской области винят местное предприятие по добыче гравия в том, что у них исчезла вода в колодцах, а дороги разбили большегрузы. Люди готовы сами навести порядок, ведь власти, по их словам, бездействуют. В доказательство своей решительности они перекрыли дорогу. Терпение лопнуло. Жители Акбулак устали жаловаться на то, что в селе пропала вода из колодцев. Асфальтированную дорогу уничтожили большегрузы, перевозящие гравий, из карьеров рядом с селом. Пусть делают себе объездную дорогу за селом. Нам сейчас положат дорогу, ее за год уничтожат большегрузы. У Ховы нагрузка по нормативам на одну ось составляет до 12 тонн. Их нельзя пускать по асфальтированным дорогам. Грузовики летают по этим дорогам. Мы едем на легковушках и боимся, что нас просто сметут и не заметят. Из-за глубины разреза добываемых пород в колодцах исчезла вода. Если раньше мы добывали воду с глубины 8 метров, то сейчас ее нет даже на 24 метрах. Заместитель Акима Саирамского района заверил, что власти тоже пытаются решить проблему соседства карьеров с жилым сектором. Думаем, что они законно работают. Поэтому мы в полномочные органы написали письма сейчас. Будем ждать ответов этих писем. И по результатам этих ответов будем дальше предпринимать меры. Жители заявили, что если власти не выполнят своих обещаний, они сами установят шлагбаум перед селом, чтобы не пропускать большие грузы. Бахром Абдулаев, Жансирик Борамбаев, Информбюро, Туркестанская область. Эти выходные у казахстанцев не получится провести на природе. По республике пройдут сильные дожди с грозами. В некоторых регионах будет гололед и усиление ветра. Поэтому специалисты не рекомендуют подниматься в горы. Возможен сход лавин. Когда же ждать потепления, знает Ардак Камал. В эти выходные похолодает почти на всей территории Казахстана. В Акмулинской, Костанайской, Жамбылской и Казалардинской областях ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра. В Атыраусской, Западноказахстанской и Актюбинской областях скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. Днем в Алматинской, Туркестанской и в Мангуставской областях помимо ветра будет и пыльная буря. Гололед образуется на дорогах в Североказахстанской и Павлодарской областей. Жителям Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей тоже надо одеться теплее. В регионах возможны грозы, град и порывы ветра. Объединившиеся над территорией Казахстана Средиземноморские и Северо-Западные циклоны вызовут осадки на юге, юго-востоке и востоке страны. В отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра. В северных регионах – с низовыми метелями. В Каз-Гидромете обещают сильные осадки по горным рекам Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Чтобы предотвратить сеть, специалисты дежурят круглосуточно. Специалистам Каза защиты выдаются рекомендации на выставление блокпостов по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного, селевого, оползневого риска. В связи с неблагоприятными погодными условиями и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор, мы рекомендуем не выходить на заснеженные склоны гор и воздержаться от походов в горы. В стране 948 марена ледниковых озер, и 156 из них потенциально опасны. В этом году профилактические работы пройдут на 18 маренных озерах Алматинской области. Поэтому озеро Исык и Толгарское ущелье даже закроют. В службе спасения предупреждают, что в эти выходные в горах Алматы и области тоже небезопасно. Возможен сход лавин. Весна вступит в свои права и принесет долгожданное потепление к 29 марта. Ардак Камал, Информбюро, Алматы. Это были все новости на сегодня. Будьте в курсе событий вместе с Информбюро. Хороших выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова